Да, добрый день, меня зовут Георгий Афанасьев, я основатель проекта «Лесные сады». И сегодня у нас в рамках нашего дикого марафона, который длится 30 дней, посвящен изучению 30 растений дикоросов в течение этих 30 дней, будет сообщение невероятно интересного человека, который придумал себе такой бренд, Йомазай, и, собственно, вместе с этим Йомазая мы сегодня можем узнать очень много интересных подробностей о том, как быть диким, как в городе Москва. Собственно говоря, вот такая практика, которую наш коллега практикует, она, собственно, жизнь в городе, в мегаполисе в большом, но при этом сохранение связи с природой лично, и он еще подвижнически обучает людей этому, вводит группы, показывает растения, рассказывает очень открыто свои секреты, там, как готовятся его продукты. Больше того, для нашего марафона он предложил даже какой-то приз, который называется «Юлы-палы», коктейль. Вот, и, может быть, о нем тоже немножко расскажешь. Поэтому я предлагаю, как мы будем работать, это все участники могут задавать вопросы письменно, это ограничение связано с большим количеством таких интервенций в наши эфиры, да, каких-то немного больных людей, которые пытаются, так сказать, не по теме участвовать, да. Поэтому, пожалуйста, письменно можно задавать вопросы. Вот, у вас отключен звук, вот, кроме докладчика и меня, как организатора. Я передаю тебе слово, пожалуйста, веди нас в мир дикоросов. Меня нормально слышно, да, сейчас? Я тебя слышу прекрасно. Друзья, напишите, может, в чате, да, чтобы мы понимали, у вас есть звук, все нормально? Единственное, я чата не вижу, так что вопросы задавай. Я буду тебе оттуда что-то подсказывать, и, так сказать, да, я понял, что здесь есть телефона, и там не очень удобно. Да, звук есть, вот пишут, слышно, отлично все. И чат есть. Друзья, приступим. Я для начала коротко расскажу о своей истории вхождения в эту дикорастущую тему. Она была случайнее, как и вхождение в кулинарию. На самом деле я очень далек от кулинарии был. Я был генеральным директором кадрового агентства. И в 2008 году, когда уже замаячил кризис на горизонте, я начал к нему готовить компанию. И совершенно случайно нашел в интернете информацию от одного очень известного экономиста, Хазина. И он писал, что на самом деле это будет не экономический кризис, а реальная катастрофа. Нам грозит голод, там войны. Меня испугало, что я решил готовиться самостоятельно еще к такому катаклизму. И самое важное, это, естественно, во время голода продукты питания. У меня был первый запрос в интернете, это дешево и полезно. И на это дешево и полезно вышел кисель и зотово, мое первое блюдо. Ну, естественно, я начал свой организм готовить к такому странному питанию. И потом перешел к биогенам. Нашел информацию, это ростки пшеницы, как правило. Выращиваешь их в банках, срезаешь и ешь. Примерно год я употреблял эту траву и на себе ощутил позитивные изменения. То есть я стал меньше есть, больше энергии появилось. И была весна 2010 года. И мне надоело мыть банки. И я подумал, а что если как биогены употреблять просто дикорастущие травы? Я тогда не разбирался вообще в этих травах. Знал только, ну там одуванчик, подорожник, на вкус ничего не пробовал. Ну и я купил книжку дикорастущие растения и поехал в Серебряный Бор. Я рядом с этим парком раньше жил. И там начал изучение. По книжке изучать очень сложно. Мне сестра показала, как сныть выглядит. Я начал понемножку есть, но тоже как биогены. И потом результат употребления этих биогенов стал моим единением с природой. Я так называю это. Я примерно полгода проел эти сорняки. И был в Серебряном Бору. Парк был пустой. Был рабочий день. Прекрасная погода стояла. Восхитительное у меня настроение было. Я тогда уже решил бросать рекрутмент. Я сказал своим партнерам по бизнесу, что я ухожу из рекрутмента и занимаюсь кулинарией. Уже тогда семинары проводил. И вот я ел рябину. И вокруг порхали птички, синички. Я решил с ними побрататься. Я просто ладони так раскрыл, встал, расставил руки. И ждал, когда они сядут мне на руки. И они начали садиться. Но через какой-то момент, как будто шторы какие-то раскрылись. И со всего парка на меня начали слетать птицы. По мне ползали поползни, дрозды. То есть эти птицы, там, синички еще могут на руку сесть. А вот остальные птицы, они боятся людей. Все меня облепили и гладили крыльями. Это был невероятнейший восторг. И, скорее всего, это связано, ну, во-первых, конечно, с настроением. Потом единение природы через употребление биогенов. Но это было шикарно. Больше я, по правде говоря, такого восторга не испытывал. Это надо нашим орнитологам рассказать историю. У нас профессиональные орнитологи Сапункова. Она, кстати, будет выступать в нашем марафоне с очень интересной темой. Еще хотел тебе, Валерий, сказать, ты когда ближе к микрофону, тебя лучше слышно. Ну, я вот так. Вот так вот, да. Ты просто иногда качаешься, удаляешься чуть-чуть. Извини, что перемен. По поводу кулинарии. Ну, я, во-первых, и не травник. Несмотря на то, что занимаюсь больше 10 лет уже, что-то готовлю из трав. Но я особо их свойств не изучаю. Почему-то вот не хочется. Мне этого делать. У меня есть там порядка 10-15 трав, которые я использую в кулинарии. Ну, я так пролистал, примерно узнал. Вред, польза. Ну, не более. Там никаких специальных сборов я не делаю. И вообще я не очень по чужим рецептам что-то делать. У меня рецепты возникают чаще сами. Не так часто это бывает, но тем не менее. И вот с этого, с актуального рецепта, который сам возник, я хочу начать такой экскурс кулинарный. Это квас из одуванчиков. Как раз они сейчас пошли. Вот буквально сегодня я уже первый пакет набрал. Его история такая. Как это возникает? У меня, кстати, есть тема тоже, семинар такая. Это основа кулинарного творчества. Как возникают рецепты. И вот как возник этот. Сестра у меня дачница. Она набирает эти... Набрала как-то очень много одуванчиков. А их нельзя в компостную кучу класть. Потому что они там тоже опушаются. И опять распространяются по участку. И она меня попросила сделать вино из одуванчиков. Набрала с запасом, положила в морозилку. И когда я приехал на дачу, там через несколько недель, забрал все эти одуванчики. Выложил в кадушку. Закрыл там. Присыпал сахаром. И начал читать рецепт приготовления вина. Я раньше никогда не делал. И рецепты... Там в каждом рецепте было указано, что нужно очистить от зелени эти одуванчики. Потому что зелень горчит и получится невкусное вино. Но я... Там было, не знаю, килограмма три этих одуванчиков. И чистить их я посчитал безумием. Ну, решил воздержаться. Пока. На следующий день я опять начал читать рецепты. Опять не нашел. Без очищения этих зеленых штучек. И я решил просто выкинуть. И думаю, ладно, все, на третий день я выкидываю одуванчики. Я не буду с ними взморачиваться. На третий день я открываю кадушку, чтобы выкинуть эти одуваны. А они пахнут. Реально пахнут квашением. Очень приятный запах такой смеси цветочного. Я решил делать квас. Измельчил. И у меня получился очень вкусный квасище такой. Абсолютно эксклюзивный. И вот этот рецепт я предлагаю вам. Как исчезает горечь. Не надо очищать от цветоложа эти одуванчики. Нужно просто их собрать. Желтые цветочки. Положить в пакеты. И положить в морозилку. Ну, примерно, как минимум на три дня. Чтобы они хорошо проморозились. И потом достать. Кстати, это заготовка, считай, на зиму. Можно и зимой делать тоже. Свежие квасы. Потом достать из морозилки. Положить какую-то закрытую посудину. Слегка присыпать сахарком. Один-два дня полежат. Оттаят они. После этого. Мясорубки можно измельчить. Залить водой кипяченой. Желательно остуженной. И оставить на 2-3 дня. Монтера добавить. И признак готовности. Там расслоение. Когда одуваны там поднимаются кверху. Снизу жидкость такая мутноватая, желтая. Запах брожения. Вкус кислый, сладкий. Это готовый напиток уже. Можно процеживать, разливать по бутылкам, ставить в холодильник. Получается очень вкусно. Единственный нюанс. Я так делаю без закваски. Но одна моя знакомая так попробовала. У нее получился какой-то тухляк. И она предположила, что скорее всего, так как я хлеб регулярно пеку, то у меня микрофлора на кухне уже подготовлена. То есть молочно-кислые бактерии, дикие дрожжи, они есть на цветах и в воздухе. Ну и, видимо, за счет того, что у меня этих бактерий больше, он делается всегда стабильно. И она сказала, что, в общем, если человек там хлебопечением не занимается, то ему нужно для подстраховки добавлять закваску какую-то. Ну, можно добавить хлебную. Я ржаную иногда добавляю. Вот такой простой рецепт. И у меня еще принцип безотходное производство. Из квашеных фадуанчиков можно сделать очень хорошую пастилу. То есть в равных пропорциях смешать с сухофруктами, распределить тонким слоем, ну и подсушить при не высокой температуре. И получается вкусняшка. Вот такой рецептик. Кстати, Валерий, следователи, которые изучали микробиом человека, у них было интересное исследование. Они сравнивали пекарей и делали смывы с рук. И оказалось, что у каждого пекаря на руках своя культура дрожжевая. Поэтому, если руками же ты трогала тебя дуванчик, я думаю, что это даже не в воздухе. Это очень интересная действительно идея живого хлеба, который замешивается руками, а не в кадушке железной, да, так сказать, механически, куда только все насыпают. И хлеб получается разный, потому что разная культура, да? Может быть, действительно... Ну, разная культура. И у разных людей по одному и тому же рецепту разный хлеб получается. Да, получается. Хлеб, может быть, это тема не дикорастущая, но я так вкратце просто скажу. Я считал раньше хлеб это мертвым продуктом, термически обработанным, потому что я увлекался биогенным питанием, сорвал, съел. Но потом на семинарах и мастер-классах меня начали регулярно спрашивать, почему ты не занимаешься хлебом? И мне плеш проели, вот лысый стал от этого, наверное. Я решил попробовать. Сделал заказ, там с третьего раза получилось, а потом это меня очень увлекло сильно. Эта реальность затягивает, как наркотик прям. Я начал печь почти каждый день, и я понял, что это живой продукт на самом деле, потому что там и белка больше. Я сдавал на анализ свой хлеб, там только ржаная мука и закваска. И сравнил его с дарницким хлебом. Там в полтора раза больше белка. За счет белка, молочнокислых, бактерий и дрожжей диких. За счет именно натурального сбраживания. То есть это реально сытный продукт. А закваска вообще уникальная штука. Вот у меня, например, руки мягкие. Не от того, что я кремом пользуюсь, я не пользуюсь кремом. А от того, что у меня контакт достаточно регулярный с этим тестом. Хотя вот по поводу замешивания. Я не замешиваю ржаное тесто руками. Я замешиваю веслом, потому что оно очень липкое. И что интересно, я заметил, что вот эти круговые движения, они гармонизируют. Становишься спокойнее. Я всегда замешиваю, когда выгоняю всех с кухни, я говорю, уходите, я замешиваю тесто. И у меня пару раз просто слезы текли от такого восторга. Реально. В одну сторону, когда мешаешь, круто. По часовой трелке показываешь, да? Ну, я показываю по часовой, вообще правильнее против часовой. Кстати, вот это изучение мира с точки зрения своей практики. Меня часто спрашивали, в какую сторону надо замешивать. Я пробил в инете, я так и не выяснил точно, в какую сторону замешивать. Я начал изучать космические тела, как они двигаются. Оказалось, что все двигаются против часовой стрелки. У планеты вокруг своей оси, у планеты вокруг Солнца и там другие системы. Все. Соответственно, я сделал вывод. Если замешивать против часовой стрелки, то тогда будет лучше хлеб. Я сделал эксперимент. Замесил. Одна и та же консистенция была тесто против часовой, по часовой и туда-сюда. Но туда-сюда хуже всего получилось, потому что клейковину порвал. А против часовой получился более пузыристый хлеб. То есть усиливает клейковину однозначно. А скажи, из растений что ты добавляешь в хлеб? То есть есть какие-то дикоросы, которые попадают в выпечку, но не как начинка или, так сказать, а как компоненты? Хлеб самый популярный у меня с дикоросами – это соснытью. Я назвал его Серафим Саровский. Так как по легенде Серафим Саровский, но он не по легенде, он, правда, три года питался только ржаным хлебом и снытью. Сныть – его любимое растение. А я это совместил. Я обычно добавляю как сныть в опару. Нуженый хлеб опарным способом делается. То есть я беру, там, закваску ставлю, в эту опару измельченную сныть кладу, она переквашивается, потом в руку добавляю, ну, там, растойка идет и выпекаю. Ну, такой зеленоватый получается по цвету и вкусный. Потом я провожу еще семинары, ну, и мастер-классы для детей по выпечке хлеба. И мы решили сделать семинар, посвященный блокадному Ленинграду. И я начал искать рецепт блокадного хлеба. Не нашел, не было экономического рецепта, потому что клали туда все, что было, даже пыль обойную, потому что, ну, там не было муки нормальной. Но, как правило, в любом рецепте присутствовал хвоя. 1% хвои. И у меня теперь тоже этот есть рецепт. Можно добавить измельченные, ну, я еловые ветки, иголки добавляю. Примерно 1%. Ну, это жесткость особо придает. Жесткость, в смысле, вкус такой рисковатый. Но один раз я... Была весна, я подумал, наверняка, если в блокадном Питере клали все, то дикорастущие травы тоже. Я попробовал, помимо хвои, добавил еще снытие. И получился хлеб настолько вкусный. Вот это гениальное, как бы, не то что изобретение, я не знаю, как это назвать, когда из двух разных вкусов получается третий. Получился исключительно вкусный хлеб. И даже один мальчик там в классе сказал, надо же, какие счастливые были блокадники, такой вкусный хлеб они ели. Вот так вот. Потом я еще добавляю иногда иван-чай. Ну, это вот, в принципе, хвоя. А хвоя, в каком виде ты хвою добавляешь в опару? Ну, я ветки сушу, иголки опадают, я их в кофемолке перемалываю в порошок. Ну, то есть, в порошок я добавляю. Все целиком, как бы, это не экстракт, не отжим, а вот именно... Нет, нет, все просто делается. Да, порошок. Кстати, вот по поводу елок, да, круглогодичные рецепты. Порошок и как чай очень хорошо можно заваривать. Здорово очень пьется. Я твой телеграм-канал опубликовал сейчас в чате, чтобы люди посмотрели и могли подписаться, как бы, да. То есть, я понял, что это основной канал, через который с тобой можно взаимодействовать. А ты мог бы кратко сказать, а вот что за каналы взаимодействия с тобой? Раньше, я знаю, у тебя можно было какие-то товары покупать, какие-то вот экскурсии, мастер-классы. Ну, можешь обрисовать. Как направление контакта с тобой? Всю информацию я выкладываю в своем телеграм-канале. После майских праздников стартует сезон семинаров сорняки «Это еда». Я их провожу в серебряном бару, там знакомлю с травами, которые там есть, привожу продукты питания, которые я готовлю из них, квасы всевозможные. Потом, это первое, потом мастер-класс есть для взрослых по выпечке хлеба и по энзимной кулинарии, ну, ферментированные блюда. Там разные тоже квасы, паштеты. И еще мощный проект, уже там больше трехсот школ мы объездили в Москве и Подмосковье, это выпечка хлеба. Вот 8, например, мая мы снова поедем, это будет посвящено Дню Победы. Мы устраиваем мастер-классы для школьников, прям для целых классов. Едем с оборудованием со своим, прямо в классе делаем. Очень нравится. Я рассказываю историю печки, мельницы, показываю, как мы печку на пустых холмах делаем, какой хлеб из этого получается. О, не на пустых холмах, а на фестивале трав. Вот. Вот три основных проекта. Естественно, бывает, иногда приглашают семьи просто показать, как что-то там готовится, чаще всего хлеб. Вот так есть каратин. Ну, про школу я пропустил, не знал. Мне кажется, это прям суперпроект. Это очень мощный проект, да. Но вы же хлеб потом едите, да? Конечно. Ну, как? Я выпекаю большой хлеб. Он весит 6-7 килограмм. Я его привожу на дегустацию. Плюс я привожу готовое тесто. И там что, школьники, они замешивают его, месяц просто пробуют, как это сделать. Мельницу там привожу, делают муку. И они потом выпекают из этого теста все булки. Каждый уносит булочку. Я закваску каждому даю, ржаную, чтобы они сами выпекали. И рецепт приготовления. У меня есть книжка такая небольшая, выпечка ржаного хлеба. И они с родителями выпекают. У меня такой был случай, вообще прикольный. Один мальчик, я прям заметил, у него глаза горят. Ему настолько это понравилось все. Я и решил его порадовать. Я ему подарил весло деревянное и килограмм муки ржаной. Через полгода на мастер-классе для взрослых мужик пришел и говорит, а вы помните там мальчика Федю? Так вот, этот Федя, он подсадил всю семью на хлебопеченье. И говорит, я сейчас так увлекся, что решил уже от вас, от первого источника, узнать рецепт изготовления хлеба. А скажи, у тебя за спиной вот такое весло висит, да? Ну, это весло, оно так подарочное. Это Егорыч Рещик был земляем и пухом. Ну, размер соответствует, да? Чтобы представить себе. Да, это примерно такого по размеру. У меня есть, например, вот такое вот весло. Это тоже от столяра знакомого. Вот это, забыл, канадский клен. 500 тысяч рублей кубометр стоит. Ну, дело не в цене, а вот именно двуручный хват. Ну, так ровненький такой идет. Это очень хорошо замешивает тесто. Ну, есть, конечно, и для фирмы. Я для фирм делаю еще, но не так часто заказывают. Крутой замес называется, тимбилдинг. То есть, это реально командообразующий тренинг. У меня есть кадушка 70 литров, здоровая. Она, привожу ее с тестом, и здоровое весло, которое может... Ну, я его сейчас не буду показывать, оно реально громадное веслище такое для троих человек. То есть, они там по шесть человек делают муку древним способом, по трое вымешивают это тесто, потом делают булки. И в восторге народу. Вот почему, например, для детей это полезная штука? Потому что мало того, что хлеб всему голова, это плюс работа руками. А то сейчас очень многие дети увлечены гаджетами. Их не оторвешь от телефона, а там-то отрываются все от этого телефона, просто забывают. И также для офисных сотрудников очень полезна работа руками, очень. У меня такие фотографии, там люди в восторг приходят от простого катывания палок, это такая мельница древняя. Круглой палкой по плоскому камню, там зерна они дробят. И они реально улыбки у них на лице. Очень здорово. Вот в чате Валерий пишут, Валерий, очень вкусный ваш хлеб и квас. Делаю по вашим рецептам. И пишет это Ольга, которая знакома с вами лично по мастер-классам в кафе «Разные зерна». Наверное, вы можете вспомнить. Да, очень приятно. Друзья, вы пишите вопросы, потому что используйте. Мы договорились, что около часа будет Валерий выступать, чтобы вы успели, потому что созреют вопросы. Не держите их в себе. Задавайте. Я, кстати, подумал про школы, что, смотри, если слово воспитание раскодировать, что в нем есть питание, то ты, собственно, воспитанием в школах занимаешься. Я об этом не думал даже. Здорово сказано. Есть образование, это какой-то другой процесс обучения, а есть воспитание, и он, на мой взгляд, кстати, он очень важен вообще для погружения в тему дикоросов, потому что, грубо говоря, воспитанный человек, он должен попробовать разного. Помнишь, как в детстве то погрызли сосны какую-то, смолу, то еще что-то, то листики. В этом смысле воспитание это те, кто выжили после того, как попробовали разное. Однозначно каждый должен найти свой продукт, вне зависимости от каких-то систем там диетических. Так, ты обещал три рецепта, да? Об этом ты рассказал. Это тоже рецепт, можно сказать, не очень кулинарный. Каждый должен найти свой продукт. Как определить свою траву? Предыстория опять, как это случилось со мной? Я когда начал читать книжки по травничеству, встречал там информацию о том, что травники опытные, они могут определить по тому, какая трава у тебя на огороде растет, дикорастущая, определить твои болезни. Там, если пустырник с нервишками не в порядке, если подорожник, значит, желудок болит, то есть тебе нужно употреблять. Природа сама тебе заботится. Но я так думал, надо же, опытные такие ребята, молодцы. А потом, что произошло со мной? Я был в ноябре, но я обычно этих биогенов, у меня в основном, вот именно каждое утро практически, я бегаю и ем эту траву еще параллельно. Видимо, не доел я. Решил в ноябре просто у себя на подоконнике вырастить. Уже снег был, я взял лом и там, где я мокрицу ем, я просто набил этой земли и в горшок положил, и у меня через два месяца выросла крапива. Я подумал, ну ладно, буду крапиву есть. Еще через год решил пораньше начать практику биогенов. Еще травы не было, но снег сошел. Я там, где я ем сныть, накопал земли, положил в горшок, через месяц у меня выросла крапива. Я подумал, ладно, буду есть крапиву. Еще через год у меня есть такой пост весеннее очищение по Йомазаю. Вот забыл его, кстати, разместить в этом году. Суть в том, как очистить организм от шлаков, накопленных за зиму, употреблением трех горстей сныти. Но это я тоже скажу попозже. Я опубликовал этот рецепт и в инстаграм мне написала женщина, живу, говорит, на Дальнем Востоке, у нас сныти нету, пришлите корни. Без проблем. Уже была такая маленькая сныть. Я накопал корни прям с травой. Ну и в транспортную компанию, думаю, отвезу. А я во Внуково живу. Тогда не было транспортных здесь компаний. И что-то она начала расти. Я думаю, ладно, потом я отправлю. Потом я, кстати, корни подвялил, отправил, накопал ее еще. А ту сныть, которая у меня начала расти, я съел большую. И там были еще маленькие снытеньки, такие маленькие, маленькие снытеньки, перестали расти. Начала расти крапива. О чем это говорит? Крапива моя трава. Ну я пробил там, чем я болен? Ну там, может быть, там что-то, какие-то проблемы с кровью. Ну бог его знает, с чем. Ну во всяком случае, природа как бы заботится обо мне. Она говорит, ешь крапиву. И после этого, когда я это понял, пошла уже информация. Я нашел, случайно наткнулся на в группе фестиваля трав о том, что крапива это не загущает кровь. Главное, там термически особо ее не обрабатывать. Я встретил женщину, у которой тоже крапива любимая трава. Она круглый год ее ест. Она сушит себя с запасом. И теперь я наравне со снытью, сныть тоже одна из любимых моих трав, я употребляю и крапиву. И регулярно я проверяю, моя ли это трава в этом году. Ну я так понимаю, что организм человека меняется. Я беру, как это сделать? Мы берем и копаем землю в трех разных участках. Ну достаточно, допустим, отдаленных. Ну хотя бы в полкилометре, чтобы разная флора была. Срезаем траву и землю копаем в горшочке. И три горшочка ставим. И потом смотрим, где какая появится трава. Как правило, в приоритете будет ваша трава. Вот у меня, например, бывает так, два горшка, одна крапива только, а в третьем горшке крапивы и еще какая-то травка. Вот. Я думаю, что это очень полезно. И даже для городских жителей, которые там не имеют участков, ну, удели там этому время, часок съезди, за город накопай и будешь знать, какая трава. А выращивать, вот, например, тоже по поводу, я считаю, это самое полезное питание, биогенное, сорвал, съел. потому что особая в этом энергии есть это однозначно. Ну, там считается, что растение, только что срезанное, в течение, там, 15-30 минут, она еще сохраняет энергию. Ну, там, ауру, я не знаю, там, душа ее. И если это энергия, ты сразу же ешь, то у тебя, соответственно, боль поступает не только микроэлементы, витамины полезные, но и вот эта вот самая энергия. Я на себя это прочувствовал так, что я занимался виндсерфингом и как раз вовсю начал уплетать пшеницу, траву пшеницы. И примерно, ну, организм, он явно так, и говорят о том, что ему полезно и невредно примерно через 3-6 месяцев. Вот, месяцев через 5 употребления этой травы, я в сильный ветер на виндсерфинге забыл пристегнуться на трапеции. Трапеция такая штуковина, крючок к парусу, чтобы руками не тянуть на себя, ты своим весом держишь парус и идешь на виндсерфинге. А я забыл про это, и на одних руках я продержался примерно час, и потом вспомнил только, и подумал, откуда у меня столько сил, если я внешне никак не поменялся, и понял, что это именно от биогенов. Живая трава вот эта вот. И для того, чтобы там, если в городе живешь, достаточно просто взять и накопать себе большие горшки с землей, поставить на балкон, у тебя еще своя трава будет расти. Кстати, когда вот эта пандемия началась, я подумал, что могут до такого маразма дойти, что закрыть подъезды и не выпускать. А я не могу без биогенов дикорастущих. Некомфортно мне уже. Я просто взял, набрал там эту земли в ящички поставил, и у меня было просто изобилие этой травы. А по рецепту... Сегодня в клубе обсуждали, что когда люди перекапывают свой старый участок, они вдруг начинают расти новые растения. Это связано с банком семян, которые есть. И в основном это семена дикоросов, которые могут храниться и 50 лет в земле. Поэтому действительно довольно часто ты что-то взял, да, вырастет. Не то, что там росло даже, а то, что активизировалось за счет переворачивания от пласта и так далее. Бывают очень интересные находки, редкие даже. У нас трактор прошелся, границу опахивали, и вдруг у нас начала расти барага. Это огуречная трава, да? Обычно она вообще огородная. И синие цветки. А там она росла в поле и с белыми цветками. То есть, вот когда-то, да, то есть вообще непонятно. Ну, я так и не разобрался, что там было. Какое-то сельскость поля когда-то было. Поэтому вот такие вещи, конечно, то, что ты рассказываешь, это опора на вот эти банки семян, которые есть. Это тоже интересная вещь. Так, ты все цветки рассказал. Что еще? Да нет, я еще могу простенько. Я рассказываю те, которые там без какой-либо презентации можно просто рассказать, человек запомнит. Ну, самый простой это квас, например, из травы. У меня в приоритете идет квас из снытий и квас из крапивы. Делается одинаково. Мы берем, срезаем траву, моем холодной водой. Горячей не нужно мыть, потому что там как бы микрофлору, чтобы не смыть, не уничтожить. Мелко режем, заливаем трехлитровый банк, в трехлитровую банку воду, примерно получается полкилоид зелени и два с половиной литра кипяченой стужной воды. И добавляем сахар или мед, три столовых ложки. Закрываем там тряпочкой или крышкой с дыркой, небольшой доступ к воздуху, чтобы был. И оставляем на три-пять дней. Через три-пять дней будет квас готов. И признак готовности опять это мутная жидкость, там кисло-сладкий вкус и запах брожения. Чтобы процесс был как бы чтобы подстраховаться, более управляемое брожение было, можно добавить какую-то закваску. Но я добавляю ржаную иногда. И когда квас готов, мы процеживаем его, разливаем, ставим в холодильник и в холодильнике он набирает уже силу. Становит с таким газированным напитком. И из квашеной травы можно сделать чипсы. Очень вкусные. Я их назвал хит сезона. В равных пропорциях квашеную траву и лук через мясорубку пропустить и добавить немножко льняной муки. Немножко. И соли там по вкусу. И тонко распределить и высушить. Я сушу в дегидраторе при 75 градусах. Получается очень вкусная штуковина такая. Опять же безотходное производство. Это круто. Ты когда говоришь траву, это любой дикорос, да? То есть обобщенно. Я говорю как правило готовлю как правило из самой съедобной травы из сныти. Но я готовил из многих. Вот второе в приоритете идет крапива, а третье ван-чай. Из ван-чая самый вкусный квас получается. Но его желательно предварительно отферментировать немножко. То есть взять эти листья так вот перетереть и оставить на 6 часов там ну максимум на 12. Потом измельчить и также залить водой добавить сладкое и получается очень вкусный лимонадин. Вот. Я делал там из мяты из разных трав. Слушай, хотел спросить тебя, Валерия, вот сейчас же все это боятся этого сахара и так далее. Сахар весь съедается в ходе брожения квасового или все-таки остается вот это вот какое-то количество сахара и все равно в калориях оно отразится? Многие люди просто считают, учитывают эти калории там и так далее, да? Скорее всего все съедается по вкусу это не чувствуется вообще. Там нету калорий. Какие там калории в этом квасе? Если что, квас, я не знаю, кислотность жир сожжет лишний, но все равно без сладкого кваса не получится, хотя бы мед добавляй. Понятно, что вопрос вот этой дозировки, которая позволила бы процесс питания обеспечить, но чтобы не оставался квас, как бы, да? Так, вопрос еще. вы хотели поделиться с нами весеннего детокса. Весеннее очищение поема знаю. Что мы делаем? Желательно с утра это делать. Мы берем и съедаем три горсти сныти. Ну, вот именно так, сорвал, съел. Съели, запили водой и полчаса делаем какие-то аэробные упражнения. Легкий бег, например, что-то еще там, разминку какую-нибудь. И надо находиться недалеко от туалета в это время. И примерно через час уже настанет момент истины. То есть, из вас столько выйдет разные фигни, причем нормальной консистенции это не будет понос, а это реальная чистка. То есть, замена разных клизм и так далее. Возможно, это происходит за счет обилия клетчатки плюс еще биогенное состояние живая трава. Единственное, тут надо сделать такую ремарочку, что если вы, ваш организм не привык к обилию клетчатки, то это может быть вызвать нежелательные какие-то реакции у желудка вашего. То есть, надо осторожно попробовать, может быть, с одной горсти. И вот этот рецепт, он действует в 50% случаев. У меня одна знакомая, у нее запоры, просто она с детства страдает. Она примерно три или чуть больше даже, ну там три дня подряд она так делала по утрам и наконец совершилось это чудо. Точно советую начать весну с этого рецепта. Слушай, дело в том, что у самой сныти, у нее же латинское название видовое подагрика, это указывает на как раз ее использование для лечения подагры. А если ты помнишь, подагра это в первую очередь отложение солей мочевой кислоты. Ну как раз когда нарушенный вывод, так сказать, да, поэтому ты очень открыл какие-то очень близкие, так сказать, вещи самому даже научному, так сказать, вот этому использованию. Ну и традиционному использованию. Поэтому подагрика, да. Возник случайно опять же. Все возникает случайно у меня. Я как раз в марафоне недавно делал лекцию, видео лекцию по сныти, но и в том числе вот, не знаю, минут сорок там, так сказать, подробно про все ее использование. Но в том числе у нее, кстати, есть, вот это, если говорить про подагру, так сказать, да, были и внутрь принимали, и люди, и даже прикладывали, потому что у тех, кто подагра страдает, в основном это мужчины, чаще начинается у них быстрее, и, так сказать, на ноге косточка начинает выступать, первое проявление. И прямо вот к этой косточке прикладывали, сныть, носок надевали, ходили, так сказать, что называется, так сказать, и снаружи, и внутри, так сказать, воздействовали. А, о, кстати, напомнил, да, и снаружи, и изнутри. У меня есть маска такая, первый завтрак называется. Народу очень советую. Предыстория какая. Я увлекся приготовлением соков, но нашелся в пожималку ручную у себя, и начал из травы декорасущей, разные, делать соки. И один раз передозняк у меня был, слишком много сока я сделал, а я уже много нельзя пить. И еще я украшаю хлеб декорастущими травами. Для того, чтобы эти листья приклеивать, я делаю настойки из льна. То есть, лен заливаю, там жидкость такая появляется сверху, она липкая. Я смазываю листья, приклеиваю к хлебу. И у меня и этой жидкости было много. я решил куда-то деть это. Что-то нужно было сделать. У меня еще творог был, я взял в творог, добавил льняную жидкость, сок травы. Не помню уж какой, все это перемешал, поел, так думаю, дай на лицо попробую, опа. Намазал на лицо, впиталось моментально, и я понял, что это крутейшая штука. Я назвал это маска первый завтрак. Идеальная трава, которая мне больше всего нравится для добавления в эту маску, это подорожник. Ну, может, потому что заживляющие свойства какие-то у него. Как это делается? Ну, я беру творог самый жирный, фермерский, 18 процентов. Творог, потом лен, зерна заливаю примерно в 4 раза кипятком и настаиваю до остывания. И сверху появляется такая прослоечка без семян, липкая. И потом через соковыжималку выжимаю сок подорожника с кокота. Все на глаз делаю. И далее добавляем сначала льняную жидкость в этот творог. Перемешиваем тщательно. А потом добавляем уже сок. Ну, до такого цвета, чтобы зеленоватенький был. И это готово. Хранится долго очень в холодильнике. Как это наносится? Мы берем ложку столовую с горкой. наносим на лицо. Это остальное съедаем. И получается эффект. И кожу питает изнутри еще эффект тот же самый полезительный. И потом она высыхает. когда можно раз в два-три вот так вот слегка увлажнить, чтобы активировать ее действие. Ну, и там 15 минут. Я не знаю, сколько там нужно держать по желанию. И получается очень классная штуковина. Очень любит кожу. Ну, я не так больше, конечно, ем ее, чем мажу на лицо. Но вот девчонку нравится. знакомый. Хорошо. Валерий, есть вопрос еще, который задает. Ольга задает. Валерий, скажите, пожалуйста, а как законсервировать сок подородика? Я не консервировал ничего. Сделал, выпил. Или поставил просто в бутылке, в холодильник. Несколько дней он нормально пролежит. Я не знаю, стоит ли вообще консервировать. Зачем? Ну, кроме сушки, есть разные направления консервации. И в том числе квашение, это же способ консервации, как на капусте. Если так себе представить, накопление молочной кислоты, мы консервируем продукт от того, что на ней уже ни плесени не разовьются. Это как бы есть главный... Он-то и был консервацией, пока не придумали всякие там аспирины и все остальное. Но я понял, твой подход как бы биогенное питание, поэтому не больше 15 минут от живого растения. У меня, смотри, я считаю, сезонное питание я не так много заготавливаю. Ну, по минимуму, может быть, что-нибудь там на сушу. А так, в основном, весна-осень это дикоросы. Весьма умеренно так больше всего классов там делаю и биогеном питаюсь. А зимой там овощные какие-то блюда. Ну, у меня смешанное питание. Я там не вегетарианец, ем все подряд. Валерий, спрашивают еще, чем ты соки извлекаешь? Что у тебя за сокодавка или что это такое? Ну, это мясорубка. Сейчас не буду доставать ее. Такая ручная советская. Я случайно ее нашел на андресоле у себя. Советская мясорубка. Ой, соковыжималка совершенно простейшая. Похожа на мясорубку. Описать сложно, но, по-моему, сейчас достаточно много соковыжималок. Она как мясорубка, а потом у нее такой носик с сеточкой ведет, да? Да, вот такая штуковина. Ну, примитивно простая, очень надежная штуковина. Понятно. Надо искать ручная соковыжималка, да, вот такие вот. Да, ну, люди, которым я показывал фотографии, они находили даже на вид такую соковыжималку. Так, еще спрашивают тебя, используете ли в пищу лебеду? Если да, то в каком виде? Не, лебеду не использую, да у меня и не растет она в моем районе. У меня, знаете, лебеду, хочу сказать, что по лебеде надо немного ее использовать, потому что лебеда содержит сапонины, это так называемые мыльные вещества, большая группа, да, это чувствуется, когда собираешь лебеду. То есть, вы ее берете и у вас листик, ну, как бы скользит в руках, да, это как раз большое количество сапонина, поэтому ее нужно очень умеренно, потому что они при любой обработке сохраняются и в больших количествах вызывают расстройство желудка. То есть, поэтому, так, еще что-то спрашиваю, сейчас это зачитаю. Используете ли полынь в каком виде? Полынь первое использование это как глистогон иногда, там, один-два раза в неделю несколько листьев ем. У меня вот, например, по биогенному питанию, как, или, допустим, день, у меня моно идет сначала питание, вот сегодня я ел только крапиву, завтра буду есть только сныть, один-два раза в неделю я глистогоны. Я не мою уже эту траву, но я убираю чистую, вроде как, визуальную траву. И на всякий случай еще глистогоны, полынь, там, пижму я употребляю. И еще полынь я использую не для питания, а сушеную, где я храню муку, я подвешиваю от моли, отлично помогает. Слушай, ну, ты какую полынь используешь? В Москве же, наверное, серебристая не растет, горькая, да, скорее это чернобыльник. Потому что если брать глистогонные свойства, то у горькой они чуть ли не самые максимальные, лучше только у цитварной полыни, которая у нас и не растет совсем. Так что к нам приезжая, она начинает, понимаешь, как граница роста полыни, это примерно пущено. Полынь же как бы степное растение, и вот именно горькая полынь, она растет, у нас вообще в лесах растет, вокруг нас, в полях, а вот севернее только если ты специально посадил и заботишься, может расти. вот так что если ты где-нибудь там в этом серебряном бару посадишь, она в принципе может и приживется. Нормально, нужно попробовать, кстати. Да, потому что горечи, вот как бы она, конечно, чуть ли не эталон горечи, если брать серебристую полынь, то есть она такая очень высокая, высокогорькая. Хорошо, друзья, есть ли какие-то еще вопросы? Потому что мы там потихоньку движемся, так сказать, к семи часам. Скажи каких-то два слова еще не про свои вот эти вот экскурсии, как они проходят, да, так сказать, ну, какой-то обзор такой общий имеет с ввиду с серебряным бором? Ну, серебряный бор, как сначала идет знакомство с растениями, которые там есть. Знакомлю, там рассказываю вкратце, народ там немножко на вкус пробует, ну, понятно, это все-таки в районе в Москву, поэтому просто есть там, я не советую, но вкус надо попробовать. И после этого мы уже идем, есть у нас там поляна, где мы пробуем блюда, которые я готовлю, я рассказываю рецепты приготовления. Длится это два-три часа примерно. Вот так, и потом по завершению я еще каждому направляю, у меня есть электронная книжка сорняки, это еда с рецептами, я им направляю. Так что каждый уносит там по десятку рецептов. Хорошо, вот пишут, спасибо огромное за интересный эфир. Ну, друзья, если нет вопросов, мы потихоньку будем закругляться. Вот, я со своей стороны что хотел сказать, что, ну, я знаю эту историю про поиск своего растения и знаю даже травницу, которая инсталировала вот эту идею, что, ну, она умерла сейчас, к сожалению, да, что возле дома растет растение для лечения этих людей, вот, но тот подход, который вот сейчас мне симпатичен, он состоит в том, что должно быть не растение, а 200 растений, то есть, твоих, на самом деле, да, твоих 200 растений, вот, но это такая идея биоциноза, да, что ты на самом деле с одним растением, то это тоже монокультура, понимаешь, грубо говоря, выращивают картофель один, да, вот, поэтому тоже интересна твоя реакция, оценка этого взгляда, вот, переход, ну, на самом деле, я понимаю, что ты все равно в течение года ты все равно, конечно, чем-то одним не питаешься, да, а очень сильно разнообразишь, вот, так, еще несколько раз спасибо тебе, говорят, вопрос еще задают, серебристая полынь растет в Сергиевом, в Старой Ладоге, пишут, не знаю, кстати, где это, так, очень интересно, благодарю самобытно, ну, что, я рад, ладно, спасибо тебе, правда, за время, которое ты уделил, за участие в нашем, это, в диком марафоне, у нас записалось сейчас, больше 250 людей, многие смотрят в записи только лишь, тем более, понятно, сегодня и праздники, да, вот, и мы там попросим, если будут вопросы, они, может, на ютубе еще напишут, если будут вопросы, я тебе передам тогда, да, ну, и тебе огромное спасибо за приглашение, очень рад был, да, Валерий, все, жму руку, и всем спасибо за участие, друзья, до новых встреч, пока, до встречи, пока, до новых встреч,